Доброе утро, в эфире канал Культура, в студии программы Наблюдатель Андрей Максимов. Вчера мы узнали о том, что скончался, ну, наверное, сейчас уже можно сказать, великий русский историк Сигурд Оттович Шмидт. Это, конечно, ему был 91 год, но все равно это какое-то горькое очное известие. И вы знаете, когда умирает человек, почему-то выясняется, что лучшее, что о нем можно сказать, уже сказано каким-нибудь великим поэтом. Вот, судите сами, известны вам всем строки Пастернака. «Одолжен не единой долькой не отделяться от лица, а быть живым, живым и только, живым и только, до конца». Сигурд Оттович Шмидт был живым до конца. Это был невероятно живой, темпераментный, энергичный человек. Я очень советую вам, если вы этого не видели, посмотреть его лекцию о Иоанне Грозном. Кстати, говоря, Лихачев говорил, что Сигурд Оттович Шмидт лучший специалист по России 16 века. Так вот, он рассказывал об Иоанне Грозном так, как будто они были знакомы. Он вообще жил очень живо, очень всем интересовался, был по-настоящему интересующийся жизнью человек. Однажды он пришел к нам в студию программы «Наблюдатель». Мы записали программу, посвященную исторической библиотеке. Сегодня вы ее увидите. Эту программу мы посвящаем памяти Сигурда Оттовича Шмидта. Плохо обучаем историю. Учит дата, а не того, как меняется жизнь людей. Мы сейчас живем в век такой быстроты информации, которой мозг человеческий, опыт человеческий не приспособлен. Это он лишает возможности размышлений. Все умеют управлять автомобилем, но все меньше людей умеют увидеть особенности, находящиеся рядом с тобой человеком. Это, конечно, заставляет задуматься, как будет развиваться дальнейшая жизнь. Еще раз доброе утро. В студии программы «Наблюдатель» Андрей Максимов. 150 лет исполняется в Государственной публичной исторической библиотеке. Об этом будем сегодня говорить. Но сначала, как вы, наверное, может быть, уже привыкли. Вот вы только что посмотрели новости от наших корреспондентов. А сейчас я хочу узнать новости культуры от наших гостей. Я всегда с огромным почтением отношусь к людям, которые приходят в программу «Наблюдатель». Сигурд Оттович Шмидт, я к вам отношусь с особым почтением. Как мне кажется, все совершенно люди, они к вам относятся с особым почтением. Понятно, почему, не буду долго объяснять. И особенно интересно узнать культурные события от вас. Вы знаете, пожалуй, самым значительным был второй раз просмотр фильма «Жизнь и судьба». Я понял, во-первых, что это первый фильм, в котором, а я современник этого времени, участник, показана Россия не только военно-победная и горестная, но и тяготы, и реалии сталинского режима, которые и тогда проявлялись. Во-вторых, наконец, это не действие только сюжетное и разговорное, а это переживание людей. То есть возрождаются традиции нашего замечательного психологического кино. И некоторые известные актеры открылись совершенно по-новому, гораздо глубже, чем они идут в других, более проходных фильмах. Так что спасибо. Не могу не согласиться, потому что, и действительно, кстати говоря, когда фильм показывался на нашем канале, очень много отвлеков, потому что и нет рекламы, и можно так спокойно это все посмотреть. Спасибо вам большое за эти слова. Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публично-технической библиотеки. С праздником вас, во-первых. Спасибо. С юбилеем вашей библиотеки. События от вас. Ну, в последнее время я не замечал особых событий, которые меня бы поразили в культурной жизни, но я бы хотел проанонсировать, вот я жду, те мероприятия, которые хочет проводить Музей панорамы Бородинской битвы. Вообще сейчас один из очень интересных музеев после реставрации, после реконструкции всего изобразительного ряда. Он просто обновленным стал. Спасибо вам большое. Это интересно, что люди все время рассказывают про какие-то события, некоторые известные, некоторые нет, и можно брать все это на заметку. Юрий Александрович Петров, директор Института Российской истории, Российской академии наук, доктор исторических наук. У меня книжные самые сильные впечатления. Я сейчас дочитываю мемуары известного российского историка Гуревича. Называется она, эта книга, «История историка». И там описывается эпоха и 50-х, и 60-х, и 70-х годов. И очень, я бы сказал, очень такая откровенная книга о том, как непросто быть историком в нашей стране. Итак, мы сегодня будем говорить про историю. Мы будем говорить сегодня про государственную публичную историческую библиотеку, которая исполняет 150 лет. Уверяю вас, уже даже то, что там происходило, какие люди были в этой библиотеке, совершенно уникально. Думаю, что разговор, конечно, будет более широкий. Давайте для начала посмотрим небольшой сюжет на эту тему. Все начиналось в 1863 году в особняке на Мясницкой. Там была открыта бесплатная общедоступная чертковская библиотека. Основу ее фондов составило собрание известного московского коллекционера и общественного деятеля Александра Дмитриевича Черткова. Его интересовала литература по истории России, книги по археологии, этнографии и искусству. В коллекцию входили редкие издания и древние рукописи. В 19 веке это было наиболее ценное собрание книг по отечественной истории. В стенах чертковской библиотеки работали Пушкин, Жуковский, Гоголь, Лев Толстой. Доктор исторических наук, профессор Сигурд Отнович Шмидт, крупнейший эксперт по истории России 16 века. Он член ученого совета Государственной публичной исторической библиотеки России и автор более тысячи работ в области истории, культуры, историографии, архивоведения и археографии. Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Дмитриевич Афанасьев уже более 20 лет служит директором Государственной публичной исторической библиотеки. За это время он доказал, что библиотека может быть современной, живой и постоянно развивающейся. Вся профессиональная жизнь доктора исторических наук, директора Института российской истории Юрия Петрова, связана с Государственной публичной исторической библиотекой. Здесь он работал и над своей кандидатской диссертацией, и над докторской. Благодаря библиотеке он написал более 150 научных трудов и 12 монографий по истории России. Прежде чем мы начнем говорить про библиотеку, Сигурд Отнович, я хочу вам задать вопрос, не имеющий прямого отношения к библиотеке. Мне просто очень интересно. Вы прожили 90 лет, дай бог вам здоровья, дай бог всем нам в таком возрасте, чтобы так блестели глаза, как у вас, это вообще, мне кажется, самое главное. Вы видели много чего. Что вот за это время в вашей жизни для вас было самым интересным? Вот какая эпоха нашей страны для вас лично была самой интересной? Интересным было все, потому что я историк, и я все время, для меня было интересно смотреть само изменение эпох. Другое дело, какая эпоха для меня была самая радостная, естественно, до репрессий детских. Это совпадало и со славой семейной, и со спокойствием, потому что в интеллигентной среде, в которой я вырос, с 1935 года начались волнения и утраты. То есть для любого ребенка, для любого человека, историк-неисторик, детство самое хорошее. Да, плюс меня очень окружали хорошие люди, это мое счастье, и мама, и няня, и взрослые, и у него были настоящие учителя. И в университете уже время, это, конечно, везение, что я попал совершенно случайно в семинар профессора Михаила Николаевича Тихомирова, который стал знаменитым академиком, который продолжил у него заниматься, и я сейчас продолжаю его дело, руководя основанной мархиографической комиссией, будучи главным редактором его сочинений. И к моему 90-летию издана книга моих работ Тихомировой, как раз тоже. Я хотел это издать. Все замечательно, да. Михаил Николаевич, вопрос, который, мне кажется, возникает у всякого человека, который хоть немножко так начинает изучать историю, не изучать, а смотреть историю библиотеки. Вот был некто Чертков, и вдруг этому человеку пришло в голову, это же должно было прийти в голову, создать некое историческое, ну что такое, некое историческое собрание. Как ему это в голову пришло, это известно? Ну, вообще, в это время, эта идея, она, видимо, носилась в воздухе. Вообще, замечательная ситуация. Люди воспитаны на французской культуре. И были библиофилы, собирали книги, и собирали французские библиотеки. Ну, там известный наш граф Уваров, он подписывался с Серж Уваров, и первая его библиотека была вот просто абсолютно французская. Это какой год? Ну, какие годы? Это было перед войной 19-го года. То есть мы собирали их библиотеки, и они потом на нас напали. Да, и вдруг такая ситуация. Французы оказались врагами. И в головах началось сначала смятение, а потом те же библиофилы, люди, которые книжной культуры, начали искать альтернативы. Там тот же Уваров, он ушел в античность, он начал собирать древности и так далее. Но русская патриотическая идея, она должна была дать свои плоды. И вот Чертков, он был офицер, он участвовал в компании 13-14-го годов. Первые книги он купил в Париже, когда туда вошли наши войска, и поражался дешевизне этих самых книг. Он вот на этой патриотической ноте, он решил, а почему бы не собрать все, что писано о России на европейских языках? То есть дальше европейских языков тоже не шли. Это тоже задача такая, знаете. И он все собрал. Самое потрясающее, что через 20 с лишним лет, когда он издал каталог своей библиотеки, выяснилось, что практически все, что написано на европейских языках, включая испанский язык, у него в библиотеке есть. То есть это, что называется Россика сейчас. Да, да. И императорская публичная библиотека, отдел Россика, создала через только 40 лет после того, как Чертков вот эту идею... А как он это делал? Он решил собрать и собрал. А как? Он ездил по миру. Как он это делал? Да, значит, было все. Он ездил по миру. Он через знакомых библиофилов оповещал, что ему нужно, и ему покупали. Ну, там был замечательный друг Пушкина, Соболевский, который профессиональный библиофил. Покупал для Чертковой книги. Деньги у него были. Ну, я бы сказал, пол Воронежской губернии принадлежал Черткову. Здесь сейчас район Чертковский в Ростовской области. Это все были имения Чертковых. Поэтому деньги были. Он сам ездил. Он издал каталог и начал рассылать его по книгопродавцам. Это такая болезнь. Хорошее такое сумасшедшее. Да. Он прочитывал все книги. Он в своем каталоге про каждую книгу написал, с чем он согласен, с чем нет. Чем она редка, поскольку библиофил. И этот каталог до сих пор считается одним из самых ценных источников библиофильских. Так что... Так, мы сейчас еще вернемся. Начало было нехорошее. Юрий Александрович, тут вот сказали в нашем небольшом сюжете, что вы частый пуститель библиотеки. У каждого дома есть атмосфера. У любого. У каждой квартиры. В этой библиотеке, государственной публичной студии, какая атмосфера? Как было ее характеризовать? Ой, это чудная атмосфера. Я бы сказал, домашняя, может быть. Я туда пришел на следующий день, после того, как получил студенческий билет, мы все пошли записываться в историческую библиотеку. А почему? Почему? Потому что сразу пошли. Почему в историческую, а не, скажем так? Потому что я был студентом в историческую. А в Ленинг туда пускали после третьего курса только. Ага, понятно. И поэтому историчка была прибежищем всех младшекурсников. Отстоял очередь там громадную, записался в библиотеку. Сразу пошли в хороший буфет. Затем там был такой интеллектуальный клуб под названием «Курилка», где все обменивались новостями. Потом читальный зал. Прекрасный, дворцового типа зал. Каждый получал свое. Надо было найти место. Там это было не так легко. Только народу было? Да там, знаете, что творилось? Там надо было, чтобы войти в библиотеку. Если ты опоздал к открытию и места уже заняты в зале, надо было стоять в очереди и ждать, когда место освободится. И тогда тебя пускали. Это какие годы? 70-е, 80-е годы, да. В 90-х уже, конечно, ситуация была иная. Там было пусто. А сейчас опять была очередь, я заметил. У нас было самое начало 90-х годов, вот конец 80-х, начало 90-х годов было тяжелое время. У нас еще, к тому же, нас пожарники закрыли хранение из-за перегрузки. Поэтому читатель получал книги хитрым способом. Разрешили сотрудникам брать книги, а для читателей нет. Так все требования читателей переоформлялись на сотрудника, и сотрудник шел и как бы для себя получал. Пожарники тоже не хотели скандалов, поэтому они предупреждали, когда придут. И к тому времени, когда они приходили, снова запирали двери. Ну, российская история. Да, совершенно верно. Тяга, знанием непреоборима. Но потом, вот в 90-е годы мы немножко разрулили ситуацию, в начале 90-х годов, и у нас по нарастающей снова начали прибавляться читатели. А сейчас? Сейчас идет спад. Потому что конкурентом любой библиотеки, это мировая тенденция, стал интернет. И самая принципиальная вещь. Библиотека – это место, куда нужно прийти за культурой, за информацией. А интернет воспитал целое поколение. Когда информация должна прийти к тебе. Сначала домой, а теперь туда, где ты находишься. Это говорит о том, что библиотеки в конце концов погибнут? Нет. Они вписываются сейчас в эту ситуацию, и об этом можно говорить. Это есть три точки, или три пути, по которым сейчас библиотеки идут. Одна из них – они становятся игроками в этом интернет-поле. Мы сейчас делаем все для читателя, чтобы он не приходил в библиотеку. Так, признаюсь. Даже книга есть только у нас, и ему она нужна. Но заказать ее он может дома, в интернете, открыв онлайн-заказ, посмотрев электронный каталог, щелкнув, отложив себе эту книжку, и придет информация, она у вас уже лежит на полке. Вот прийти только ее читать. А если не хочешь читать электронную копию, пожалуйста, заказывай. Вот, Сигур Тотович, я хотел вам задать такой, может, это общий вопрос, но мне он кажется очень важным. У меня такое ощущение, вот вы сейчас рассказывали про библиофилов, что сама книжная культура уходит. Вот сама книга, мы все, я так понимаю, любим читать книги. Вот этот вот запах типографской краски, вот это вот перелистывание страниц, оно уходит, потому что вот уже даже в библиотеке говорит. Как вам кажется, мне интересна ваша точка зрения, это повлияет на людей, люди будут другими, когда они... Я об этом даже писал, меня это чрезвычайно огорчает. Потому что ведь чтение книги, оно развивает самодеятельность и самостоятельность. Вы можете... Интернет... Во-первых, интернет – это не то, что вы сами находите, а то, что до вас уже было всунуто в интернет. Во-вторых, вы книгу можете увидеть, вы снова перелистываете, вы подчеркнули, вы проверяете, правильно ли вам, правильно ли вы поняли. Это ощущение соучастия, оно исчезает. Меня это очень волнует, и не случайно, вот при позоре сегодняшнего дня, когда появляется плагиат, то плагиатры в основном из интернета берут. Они даже не утруждают себя походами в библиотеки. Это поэтому у меня действительно рождается мысль, не окажется ли в конце концов, как у Орлова, что немногие будут верны библиотеке и будут культурной элитой. Что об этом, думаю, интересует? Я согласен с Игорем Тодчим, меня тоже это заботит. Я убежден, что это какие-то разные виды чтения. Вот эти букридер, книга, для меня это разное. Я, например, воспринимаю монитор как источник информации. Новостной, можно сказать. А вот книга для меня это собеседник. Я действительно могу с ней в любом месте. И она со мной, я ее листаю, к ней возвращаюсь. И ее нельзя скачать. И я ее дарю, выбираю вкус того, кому я дарю. Да, конечно. Ее нельзя скачать. Если вы хотите эту книгу понять, усвоить, вы должны прочитать. А в наше время мы ведь делали конспекты. Это самая полезная вещь, когда человек пропускает через себя эту книгу. Сейчас все в интернете. А сейчас они, я же знаю по собственному опыту преподавательскому, скачивает мой же учебник, и мне представляют в виде реферата. Ну вот, я говорю, спасибо, я уже читал. Михаил Дмитриевич, возвращаясь к библиотеке, в библиотеку посещали невероятные люди. Ну вот самые невероятные люди нашей культуры, которые есть Гоголь, Пушкин, Толстой. Известно, что они читали? Вот что, например, читал, ну, глупо говорить, любимый мной, но просто человек, который, я преклоняюсь, Санна Сергеевича Пушкина. Мне кажется, такой невероятный человек, этот невероятный. Вот известно, что он читал и как он читал? Нет, но здесь надо иметь в виду, что во времена Гоголя и Пушкина это еще была личная библиотека Александра Сергеевича Черткова. Вот, и тот же Пушкин бывал в этом доме и смотрел книжки, и известно, что ему Чертков через того же Соболевского давал книги читать. Вот, какие именно, что именно брал бои, что это мы сейчас уже не узнаем. Вот, Гоголь прятался среди шкафов, когда во время разговора в салоне его что-то задело, он смутился и убежал в ту часть, в которой был книг. Такой нервный был человек. Да, в общем, это было. Вот, что точно известно, что читал Лев Николаевич, поскольку он вовремя писал «Войну и мир», то материалы Чертковской библиотеки, а в ней были, кроме книг, еще и рукописи, и к этому времени уже были рукописи, и связанные с 1812 годом, и на базе этой библиотеки издавался, я считаю, лучший журнал «Русский архив», который публиковал как раз такие вещи. Так что для Толстого эта библиотека была очень близка. Я хочу еще у вас спросить, правильно ли я понимаю, что когда уже после революции инициатором восстановления этой библиотеки был Сталин, и он очень был заинтересован в том, что эта библиотека была. Ну, формулировка, вы знаете, как тонкостью формулировок. Нет, я поэтому спрашиваю, я не утверждаю, спрашиваю. Здесь заслуга Сталина в том, что эта библиотека приобрела новое название и новый статус публичной библиотеки. Потому что так получилось, что Чертковская библиотека, Александр Дмитриевич Чертков умер, не сделав ее публичной. Его сын поместил в «Русском архиве объявление», в котором писал Григорий Александрович, приглашает всех наших историков, ученых, литераторов, всех знакомых библиотекарю приходить три раза в неделю читать. Вот она стала публичной. Затем он ее подарил городу Москве. Как это бывает с московскими дарами, все сначала было замечательно, потом у Москвы оказалось, что места, где ее хранить нет, денег на библиотекарь не хватает. Ее благополучно на временное хранение отдали в Румянцевский музей, а затем в исторический музей, когда его построили. И с этого времени она фактически, хотя считалась отдельно и деньги на нее, думаю, выделяла, она была частью библиотеки исторического музея. А Сталин сделал ее? А вот да, библиотеку исторического музея, и это была просто история прямо из сталинского времени. Расскажу? Да, конечно. В 1936 году произошло два события. Одной из них была реформа системы образования. Сталином тем же ликвидированы были все те высшие учебные заведения, которые были сделаны в 1920-е годы, чтобы из рабочих делать профессоров. Так называемые институты красной профессуры. И в этих институтах была хорошая библиотека, которую создавал такой энтузиаст библиотечный, и он еще и политический деятель был, некий, некто Семеновичев. И эта библиотека должна была быть расформирована. И Семеновичу было безумно жалко. Ему пришла в голову мысль, а если ее присоединить к исторической библиотеке, которая уже называлась историческая библиотека при историческом музее, и сделать публичной, большой, почти удвоив ее. Он с этим пришел к Крупской. Крупской сказал, да, замечательная вещь, но где же мы возьмем деньги, помещение, все это. Тогда что делает советский человек в 30-е годы? Он садится и пишет, дорогой Иосиф Виссарионович, вот есть такая идея. И посылает это письмо. И самое потрясающее, что через два месяца ему звонят из ЦК и говорят, Иосифу Виссарионовичу ваша идея понравилась. И выделяют лимузин, и они начнут ездить по Москве, искать место, где эта библиотека будет. Исторический музей не спрашивали о их мнении. Все это, идея понравилась. Варианты были невероятные. Надстроить манеж и сделать там. Но отказались. В конце концов, нашли вот школу-гигант, какой она тогда была в Старосадском переулке. И там за полгода очистили все, перевезли туда фонды из исторического музея, из Института Красной Профессуры, и в декабре открыли библиотеку. Конечно, ему понравилась не сама идея, публичная, все это. В это время вышел краткий курс, вот второе событие. И ясно, что хорошо было бы, чтобы все историки собирались в одном месте. Вся литература собиралась бы в одном месте. Это и контроль, и все, что угодно. Я как раз хотел, Игорь Дотович, это спросить, как современника, с одной стороны, с этой событий, с другой стороны, как историка, который все это анализирует. Понятно, но известно, что при Сталине очень переписывали историю, и был такой очень идеологический взгляд на нее. При этом этот же человек открывает библиотеку, как публичную, то есть в которую могут прийти люди. Как это одно с другим стыкуется? Зачем Сталину была нужна публичная библиотека историческая? Во-первых, это демонстрация реальности его лозунга о значимости истории, всеми ощутимая. Во-вторых, тут... Я прошу прощения, то есть ему это было важно? Я думаю, ему было все-таки важно, чтобы его слова казались его современником реальностью. Во-вторых, тут что-то тогда никогда не подчеркивалось, на что промелькнуло в словах Михаила Дмитриевича, было ясно, кто что читает. Библиотеки немедленно был создан и спецхрам, который брал часть книг, потому что и что такое библиотека Института Красного Прорушевского Академии. Это труды Зиновьева, Бухарина, Троцкого, это труды Каутского, это труды разные иностранные журналы, которые все выписывались, в которых было множество антисоветчин. И я, пока не стал профессором, многое просто не мог прочесть, даже из того, чтобы меня печатали за границей, кроме моей статьи, потому что там рядом было что-то невозможное. И это, конечно, была такая, кроме того, что, конечно, была возможность подготовить большее число обществоведов, которым нужно было где-то заниматься. Ленинская библиотека, она замечательная библиотека, но там же все специальности. И вот я, например, сейчас мы собрались ради исторической библиотеки, я читатель Ленинки, я был туда записан еще студентом, и она близко от моего дома, и поэтому у меня в отношении исторической библиотеки немножко особое. Я благодарен за то, что все мои ученики, археографическая комиссия, издание, которое я издаю, Московская энциклопедия, мы все, они все ходят туда, они все проверяют, и им даются великолепные возможности. Сам я получаю книги иногда оттуда, но я там когда бываю. И, кроме того, хочу напомнить еще одну вещь. Вот когда-то в свое время, когда был создан журнал «История СССР», это был 1956-й, 2007 год, а я был зам редактора, там мы проводили эти широкие обсуждения. Вот мне кажется, что нужно возродить период, когда мы благодарны библиотеке, там, например, возрожденное общество «Старая Москва» собирается там. Там рассматривали интересные исторические книги. Она должна быть центром, тем более она и расположена, очень удобно, метро, старый пиклет. — Вы как? — Да. — К этому же даже никак относитесь. — Я очень его поддерживаю. И более того, как раз, когда... — Мы с вами отдельно поговорим. — Когда я говорил о том, что в библиотеке есть три пути. Один — это вот в интернет-пространстве. Второй — это площадка. Это место, куда люди приходят. Не обязательно, чтобы взять книжку, как раньше, а вот для того, чтобы обсудить и поговорить. — Значит, там очень хорошие пироги в буфете. Мои студенты мне иногда предложат. — Это важно. — Да, это важно. — И мои комплекции — это просто принципиальный момент. — Вот, Юрий Александрович, что я вас хочу спросить. Если будет организована такая площадка, то я абсолютно уверен, что там будет очень много народу. Потому что людям очень почему-то интересно говорить про историю. Хотя известен вывод, что историю учат только потому, что ничему не учат. Тем не менее, людям это все очень интересно. Как вы объясняете такой интерес к истории? — Ну, мне кажется, вопрос и не такой же сложный. Во-первых, у всех насчет того, что ничему не учат — это, наверное, та аксиома, которую каждый хочет опровергнуть. Это раз. Во-вторых, у людей действительно есть огромная тяга и интерес к историческим событиям. Хотя бы потому, что это не физика и не математика. Вы историкам, как в фильме «Доживем до понедельника». Помните, отец писал письмо учительу? Эти истории — это не физика и не математика. Тут не надо быть семи пядей во лбу. Я проверил мою дочь и считаю, что она заслуживает оценки хорошо. И интересы это действительно громадные, потому что история, она вроде бы рядом, она доступна. Вот книги, вот опубликованы источники. И этот интерес я только хочу и приветствовать, потому что он означает, что история — это такая наука живая, она всегда где-то рядом с народом. И она нужна народу. Народу для того, чтобы себя даже идентифицировать. В конце концов, история, она помогает человеку понять свое место в мире, своей страны. И еще одна знаменитая фраза — история — это наука, которая делает человека гражданином. А у вас как возник интерес к истории, лично у вас? Лично у меня он был такой детский интерес. Я бы скажу, вот были такие знаменитые книжки в 60-х годах «Борьба за огонь» Ронни Старшева про древних людей. Да, 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 конечно. Я их читал с упоением. И уже где-то в классе пятом началась история древнего мира в школе. Это было настолько увлекательно для меня, что я примерно в это время уже решил. То есть через книги? Через книги, конечно. Андрей, ведь это не на фонде нашем. Ведь мы живем памятью. Наш жизненный опыт — это, собственно, мы все, у нас историзм мышленный над всех. Даже тот, кто не знает слова «история». Потому что мы, откуда мы знаем, типичная или холодная, или теплая погода, дорого или дешево, удобно или неудобно. Потому что мы наблюдали. И мы видим, что это потребность людей. Они рассказывают предания. Ведь предания, они в многом легендарные. Но они нужны людям. Поэтому история чрезвычайно нужна наук. И поэтому ей всегда манипулирует. И ей трудно доверять. И история как раз учит. Потому что это, конечно, то слово, которое произносится, его произносят и историки. И даже с целью экрана история учит. Вот, слава богу, после 945 года, 60-70 почти лет, нет войн. История обучилась. Следующая война погибла для человечества. Потому что каждая война уничтожает все больше людей. Так что даже учит и политиков, не говоря уже о простых людей. Хотел у вас спросить. Меня поразило совершенно, что во время войны была... Ну, это я вам рассказываю. Знаете, лучше меня это. Это я рассказываю зрителям. Была передвижная историческая библиотека, которая работала на станции метро Курская. И люди, которые прятались от бомбежек... Вот что меня поражает. Идет война, люди прячутся от бомбежек и читают не детективы, а читают исторические книги. Почему? Ну, во-первых, мне кажется, что популярность исторических книг, она даже не столько связана с какими-то такими фундаментальными вещами, сколько внешне, если говорить о книжной культуре, внешне историческое повествование очень сродни детективу. Ты знакомишься с сюжетом, тебе незнакомым, и ты даже иногда не знаешь, чем это кончится. И чем талантливее написана историческая вещь, даже если это монография, тем ближе она к детективу. А когда люди еще и пытаются разобраться в этом, они становятся соучастниками. Почему во время войны? Во время войны здесь, я думаю, что это был осколок мирной жизни. Осколок той жизни, которой уже нет. И вот в этой ситуации страшно, для того, чтобы от нее как-то уйти в другой мир. Вот библиотека – это другой мир. Я бы добавил, может быть, Михаил Дмитриевич, или поспорил даже. Все-таки во время войны обостряется вот это чувство национальности, чувство поиска своего пути, исторического пути. Еще даже на Сталина это повлияло, который начал апеллировать к великим нашим предкам, к Суворову, к Донскому, к Невскому. Поэтому появилось это чувство у всех, что страна одна, и у нее есть громадная история, и наши предки могут быть нам примером того, как вести себя, как бороться с врагами. Кстати, библиотека именно это и делала. Она приносила все по древней патриотической истории. Да, это не только как бы уход в другую реальность, но еще и поиск своей... Ну, Карамзин в своем предисловии, знаменитом к истории государства российского, что опыт истории подсказывает, чтобы все было, все страдали, и все кончалось. И вообще это, что мы живем, связь времен такая. Это и гордость, и в то же время закон человечества, который должен перенести. И это пройдет, как говорил Сламон. Это пройдет, да. Было много страшного, и это проходило, и значит, и это пройдет. Да, это тоже получили. А это тоже история. Это тоже мере утешения. Утешение приносит. Чему учат истории. Юрий Александрович, как вам кажется, сегодня интерес к истории нашей страны увеличивает или уменьшается? Сегодня людей, которым интересно то, что происходило в нашей стране, больше или меньше, сравнивать, скажем, с тем, что было 20 лет назад, 30 лет назад? Это не такой однозначный ответ, можно дать. Интерес, безусловно, растет. И это приятно. Но вот то, что я хотел бы специально подчеркнуть, он растет в какой-то мере, а может быть и в значительной мере, за счет псевдоистории, за счет, я бы сказал, лженауки, которая на коммерческой почве подает такие яркие, сенсационные открытия. Я имею в виду Фоменко Носовского, того же Резуна Суворова. Это книги, которые продаются гигантскими тиражами. Это громадный бизнес-проект уже стали. И они абсолютно лживые, абсолютно фальшивые. Но они возбуждают интерес у людей. Ага, нас не так учили, все было неправда. Вот приходит некий новый гуру, который приносит истину. Вам кажется, что люди задумываются над тем, над какими-то историческими вещами, прочитав там какие-то книжки, которые вам не нравятся. Это плохо? Конечно, неплохо. Только они, к сожалению, не способны сами оценить аргументацию этих авторов. И начинают им верить. И как наши студенты на историческом факультете МГУ кратко изложили концепцию Фоменко и Носовского. Делал хадж на Украину, римский папа Чингисхан. Вот если, понимаете, если в одной фразе здесь это полное, я бы сказал, разрушение структуры сознания у человека происходит, когда все смешивается в одну кучу. Вот это пробуждает, это провоцирует интерес к истории. Но, к сожалению, народ академических наших исследований читает не так много. Они выходят не такими тиражами. А вот эти популярные книжонки, зайдите в любой книжный магазин, там 90% на стенде истории, там 90% стоит именно таких книг. Понятно, да. Какие-нибудь там Скифа-Аланы, Варяга-Росса и так далее. Болный дребедень. Понятно. Михаил Дмитриевич, а что за люди сегодня приходят в Тореческую патерку? Сегодня. Во-первых, сначала такой вопрос, практически любой может прийти. Да, любой. Любой человек может прийти. Любой человек, да. Бесплатно? Бесплатно. Бесплатно. Любой человек, это важно. Любой человек, хочу я сообщить нашим жителям, бесплатно может прийти в Тореческую библиотеку. Это важная информация. Вот теперь расскажите, что это за люди, которые это делают, которые приходят? Ну, если не брать ученых, аспирантов, тех, кто профессионально к нам ходит, еще есть довольно широкая категория студентов, причем, парадоксально, раньше это были в основном студенты-историки и еще МГИМО, Международный институт, почему-то давал очень много студентов, читателей. Сегодня это любой вуз. И гуманитарно, и технических студентов достаточно много. Хотя, как раз это аудитория все меньше и меньше начинает посещать библиотеки. стабильная аудитория, это люди, которых история интересует, так скажем, лично. Это краеведы, это те люди, которые интересуются Москвой, историей Москвы, и не обязательно историей Москвы, поскольку у нас литература есть хоть по Дальнему Востоку, или там поселки в Магаданском крае. Вот довольно большая группа и устойчивая, те, кто приходит, и те, кто решил заняться историей собственной семьи. Таких много людей? Да. Много. И это вот с 90-х годов это сначала... И своей местности, да. Да, вот или краевед, или такой генеалог-любитель. Вот. И это как раз... Вот здесь тенденции нет к уменьшению. Потому что без этого... Вот это один из главных мотивов к интересу к истории. Собственно, история семьи. Потому что это совершенно... Я был за рубежом. В архиве, когда я был в иностранных архивах, меня поражала необычность внешности. Это люди, ищущие данные о своих родных или о улицах, где они родились. И они часто уже не молодые, вот они пенсионные... Это ведь в определенный период появилось. Потому что советская идеологическая конструкция, она не предполагала таких вещей. В семьях в силу многих причин не рассказывали. Вот это меня совершенно поразило, когда я встретился, но воссоединился с родственниками моими, которые живут в Париже за рубежом. Ну, потомки русской миграции. Там любой ребенок знает предания, истории семьи, из того, что было в дореволюционное время, и про моего деда, дядю Альду, знает кто-то, кто никогда и не знал его. Потому что мой дед так умер здесь в Советском Союзе. Мы большинство здесь потомков очень многого не знали. Вот, как вам кажется, как это можно объяснить, почему у человека, причем очень часто, вне зависимости от образования, вне зависимости от чего, вдруг возникает потребность узнать, кто был его дед, кто был его прадед, откуда это идет? Вы знаете, я задумывался и думаю, что это по существу это генофонд, это вот потребность найти свое, это какое-то чувство, которое сближает нас к животным, причем в лучшем плане, это любознательность. И сейчас, вот последнее время, это счастье, что можно, наконец, находить предков. Это чем-то гордиться, чего-то, может быть, сидеть, избегать. А человек меняется в зависимости от того, что он знает, там, как вот в Англии говорят, что знает, там много, или нет. А как он меняется? Во-первых, у него возникает обязательство не быть, быть достойным предков и не опозорить славу. Во-вторых, во-вторых, самое тяжелое, у него возникает обязательство исправить то, что сделал. Потом Кишару, на который предал декабристов, как старались во всех линиях действовать, понимаете, потом просто хочется похожим, хочется думать, мы тоже, это очень существенно, ведь не случайно и в советское время, и в советское все время старались найти какие-то примеры, лучше подражать тем, кто нормальный, обычный человек, да еще с тобой близок, чем далекий, занимающий особенно высокое положение, которого ты никогда не достигнешь. Юрий Александрович, а это можно воспитать? Вот можно, например, воспитать у человека любовь к истории или как минимум любовь к отеческим корням, можно воспитать? Или это либо есть, либо уже нету и нету? Вот чуть-чуть в продолжение того, почему так интересно истории своих предков, думаю, это еще какая-то есть наша черта ментальности, может быть, она открыта как раз нашим философом Федоровым, который говорил о воскрешении мертвых. Какое воскрешение? Узнать их, поместить их в музей. В Англии тоже это, в общем-то. Да, это правда, конечно, да, но вот идея вот этого узнавания предков и через это воскрешение в какой-то мере, вот о чем идет речь. Два чувства дирга близки нам, не векается сердце пищи, любовь к отеческим гробамм, коробамм. К родному пепелищу Пушкин был 30 лет, когда он это написал. Пожилой человек по тому времени был. Он же тогда был мудрый. Он ведь Пушкин их в историю водил гораздо больше, чем Эдон Санунин. Если это в генофонде, да, или это можно привить как бы извне? Ну, я бы сказал так, какой-то минимум понимания своей истории и того, кто ты в какой-то цепи исторической, конечно, должна дать систему образования. Но если у человека должна быть еще изнутри некая склонность к тому, чтобы самому это узнавать, вот это, наверное, уже не воспитаешь, это, наверное, дается откуда-то из другого источника. Я думаю, что все-таки есть, если дать толчок, то вероятность того, что 90%... то раскроется. Она обязательно раскроется. Вот я видел одну совершенно замечательную книжку, такое методическое пособие в одной из областей выпущено было, разделенное на несколько колонок. В первой колонке хроника событий мировой истории. Следующая хроника событий синхронно по датам российской истории. Затем история той местности, в которой ты живешь. И история твоей семьи. Вот две последних, одна такая реденькая, это последняя пустая. Последний столбец пустой. И ребенку предлагалось запомнить это. Я думаю, это очень сильный ход. Очень хороший труд. Потому что, понимаете, одно дело изучать 1812 год там, или даже для сегодняшнего поколения 41-45 год, это же тоже история непонятная. А другое дело, когда твой прадедушка в этом участвовал. Да. Это очень здорово. А какой средний? Ну, я не знаю, есть ли у вас данные точно, но на глаз. Средний возраст посетителя публичной библиотеки исторической? Ой, вот как раз среднего не будет. Там будет группа примерно сейчас 40-50 процентов. Это студенческая молодежь. Вот это вот часть. Половина. Образовательная половина. Она колеблется. В какие-то годы была до 70, сегодня она вот к 40. Вот. И затем выше среднего. Я думаю, что... Это вот те самые генеалоги, которые работают над своей родословной. Вы руководите библиотекой... Историки и старые профессора тоже. Ну, это небольшой процент. Вы руководите библиотекой 24 года. Это время, которое мы называем время перемен. Вот именно это время, время перемен. Как изменился читатель исторической библиотеки за это время? Вот каким он был четыре года назад? По-человечески. Какой стал сейчас? Нет, парадокс заключается в том, что он не очень изменился. Потому что вот такая особенность исторической библиотеки. Вот чего Иосиф Виссарионович, когда создавал ее, не понимал. И никто из руководителей из властных людей этого не понимает. Можно библиотеку назвать как угодно. Можно привить ей любые функции. Но тот фонд, который у нее реально существует, живет своей жизнью со своими. Или он может быть вообще просто угроблен, заперт. А если он доступен, то он вокруг себя формирует определенный круг людей. Историческая библиотека при всех идеологических вывесках, она кроме вот этой идеологической функции, она всегда собирала у себя, вокруг себя, вот эту самую книжную интеллигенцию, старую интеллигенцию во многом. Но она правда делилась вот или Ленинка, или историчка. Но в историчке во многом был такой вот камерный читатель, который сохранился, вот костяк этих читателей. Студенты приходят и уходят. Секундочку, я хочу понять. Мы отмечаем 150 лет в библиотеке. За это время революции, войны, перестройки, бог знает что. А читатель какой был, тип человека, такой и остался. Для него культурно-историческое наследие является частью его жизни и частью его интересов. Вот этого читателя, который ходит к вам. Понимаете, какая штука? Если для громадного количества людей после 1991 года открылась новая литература и новый мир, с которым они были знакомы, и они пошли во все библиотеки искать эмигрантских авторов или диссидентов, то этот читатель, который читал это все, он уже был в исторической библиотеке. У нас в библиотеке в советское время не нужно было шифровать требования, потому что всем было ясно, что каталог, который для читателей не отражает всего того, что есть. И человек просто приходил и писал, значит, хочу Бердяева. И это шло в шифровку, и это выдавалось, если эта книга не попадала в спецхран, а все в спецхран нельзя было. И тот же Федоров не был. Человек мог прийти и в советское время в библиотеке почитать Бердяева и Федорова? Да, конечно. Потому что Федоров издавался маленьким тиражом этой философии общего дела. Она никогда в спецхране не была. В Ленинке в каталогах ее не было. Читатели передавали шифры. Вот в Ленинке я знаю, там была такая система. Читатель запросил книжку такого, назвал скользкого содержания. Цензор увидел, ага, значит, карточку изымали. Но уже книжка пошла. Значит, у кого-то остался шифр. Он говорил своему другу, слушай, вот есть Федоров, вот по этому шифру заказывай. В исторической даже этого не нужно было делать. Написал Федоров и те принесли. Ну, расскажу одну просто как анекдотическую историю, но это вот факт. В исторической библиотеке оставался предметный каталог. Их в 50-е годы ликвидировали, поскольку в них нельзя было марксизм поставить раньше Аристотеля. Поэтому, значит, делали систематический каталог. Как мы жили, боже мой. Так вот, в предметной каталоге остались только какие-то такие осколки, имена, географические названия, до спорта это есть. И вот как-то цензура вдруг заметила, что есть слово Христос, и за этой рубрикой стоят карточки Евангелия, христологическая литература, религиозная все это. Безобразие. Надо ликвидировать. А читатели привыкли. Они ходили, брали, и некоторые священники говорили своим, когда спрашивали у них, кто помоложе, где прочитать-то? Говорят, в историческую библиотеку. Так вот, что произошло? Дальше приходил такой читатель и говорил, вот где мне найти? Идите к букве Л. А почему букве Л? Потому что рубрика теперь называлась «Легенды о Христе». И вся та же самая литература стояла там. Понимаете, поэтому читатель, вот этот как бы костяк читателей, если не говорить об исследователях и студентах, которые меняются, но все равно они остаются исследователями, студентами. Вот костяк вот этих читателей, он уже сформировался. Он за 150 лет суть этих человеческих не изменил. Ну, в таком случае, за 100 лет, да. За 100 лет. Я бы хотел сказать еще два слова сказать о читателях. Я уже упомянул, что историчка была не только лабораторией, но она была интеллектуальным клубом. Там люди встречались, обмениваясь информацией, мнениями, дружили, становились друзьями. И я просто на своем опыте скажу, что это давало очень много для расширения кругозора, даже в те 70-е годы. Потому что мы общались с самыми разными людьми, которые занимались разными темами. Мы обменивались знаниями, информацией и обеими шифрами в том числе. Но там были такие дискуссии, такие философские диспуты. Это было великолепно, я вам скажу. Это сохранилось. И дай бог, и дай бог, чтобы это сохранилось. Секундент Ильич, хочу у вас спросить, что вы думаете по этому поводу. Мы очень часто говорим про историческую память. Очень часто. Это такое клише. На самом деле, вот сегодня, когда общество не очень едино, наше, я говорю про российское общество, историческая память это правда или это просто такая метафора? И на самом деле у одного человека одна историческая память, а у другого другая, и общество в целом ее нет. Историческая память это все опрошу. Это и правда, и метафора. И вот настоящий ученый должен уметь различить там, где многое придумано. Ведь вообще стопроцентной уверенности в истории не может быть, потому что физический опыт можно проверить, растение можно посадить, зерно, оно растет. Так что мы и стопроцентной информации мы не имеем, она просто не доходит. Поэтому это зависит от добросовестности, совестности историка, и его мужество отстаивает то, что может не отвечать сегодняшним вкусам. Это настоящая оценка. Конъюнктура это по существу оскорбление исторической памяти, хотя может декларировать во имя того-то. и вот когда речь сейчас об учебниках, мне кажется, что у нас совершенно неправильная установка школьных учебников. Мы все время учим основной момент государственно-политической истории, она наиболее конъюнктурна. И когда бабушки спрашивают детей, особенно внуков, то по-разному оценивают, там совершенно нету истории повседневности, нету истории народа, то что сейчас за границей в учебниках гораздо больше. Хорошая мысль, правильно. Нашей жизни. Вот я в 20 веке, значит, я живу все-таки уже столько лет, ведь почти ничего, что было в моем детстве, что сейчас я не видел, я не был ни мобильного телефона, ни телевизора, ни ракет. Я был в Париже в 78-м году на выставке. 78 лет изменений быта. Вот очки, чеховские очки и очки хамелеон, вот утюги, огромные утюги, маленькие. Эта выставка вызвала семейные посещения массовые. Я просто, я пришел смотреть Малевича в верхнем этаже, это было во дворце полбеду, и не дошел, потому что это было безумно интересно. А дети наши не знают, они не представляют, что можно жить не в коммунальной квартире. Я прожил там большую часть жизни, и большинство так прожило. Это вот на это нужно говорить. Это, кстати, не изменяться будет. Тут это, и оно интересно. Не было, вот вся история Фоменко, вот все обращают внимание, что Фоменко придумывает того, что не было. Да, но главное, что Фоменко не понимает, что в период возрождения нельзя было создать то, что создали в античности. У них не было ни общения, ни дорог, ни света, ни отопления, а они же создали и Рафаэля в Микеландии в это время. Потрясающая мысль, Сергей Александрович, хочу, чтобы вы по этому поводу высказали, что мы изучаем, мне никогда это не приходило в голову, несмотря на мои седоеводы, что мы изучаем историю общественно-политическую, а не историю быта. И что наши дети не знают быт. Вот они не понимают, что в Средневековье, например, как я там писал книжку про Средневековье, был ужасный запах все время. Вот люди жили в жутком, вот они этого не понимают. Вы как к этому относитесь? Да как, абсолютно положительно. Даже известен реальный анекдот, когда дети на уроке об Иване Сусане рассказывают о его подвиге, как они завел, и они там заблудились и погибли, а они спрашивают по полной серьезе, а почему же они не позвонили на 112 по мобилю? Для них это ощущение такое, что это было всегда и у всех. А почему тогда? И Сигурдович совершенно прав, мы должны больше говорить об обществе, о том, как жило не только государство, не только князья и правители, но как жили люди, как жило общество. Вы директор Института Российской Истории Российской Академии Наук. Вы очень серьезный человек, хотя очень живой при этом, но очень серьезный. Что нужно, чтобы вот эта вот идея воплотилась? Так нужно учебник написать. Ну, так а кому? А вы кому обращаете? А вы кому обращаете сейчас? Я боюсь, что к себе. Потому что уже принято принципиальное решение о создании единого учебника по истории России и нашему институту записан как один из исполнителей этого поручения. Поэтому... А не будет ли так, что вот если... Это наша общая задача. ...один учебник, то он будет по-своему идеологизирован. Ну, я понимаю, о чем речь. Сразу вспоминают краткие курсы и прочие всякие там нехорошие сравнения проводят. Но нет, я думаю, что это фобии скорее. Единый, это, во-первых, не единственный учебник, потому что есть учебники до разного возраста даже. Надо понимать, что в пятом и в десятом классе уже по-другому глава устроена. Соответственно, и учебник должен быть другим. Но единственный вопрос в том, что он был наполнен теме научным содержанием, которого у некоторых учебников сейчас не хватает. Вот после... У нас так заканчивается время, и вот за это время мне показалось, что библиотека это такое очень живое существо. И поэтому я позволю себе в конце передачи попросить всех вас что-либо пожелать государственной публичной исторической библиотеке. Что бы вы могли ей пожелать? Я это выразил. Мне кажется, что публичная библиотека, о чем не сказал Михаил Дмитриевич, она же еще интереснейшие издания и переиздания готовит. У нее интереснейшие справочники библиографические, которые не устаревают. И хочется, чтобы к этому добавил, чтобы она стала еще местом встреч москвичей и немосквичей. И то, о чем говорил Юрий Александрович, это общение. Это общение дается при... Оно... Встреча нужна для этого. Не только с книгой, но и с... Спасибо. Абсолютно та же у меня реакция. Я всегда, когда писал свои книги в исторической библиотеке, потом обязательно дарил с благодарностью эти вышедшие книги. Но вот хотел бы еще, чтобы наступила следующая стадия. Мы должны больше обсуждать наши книги. То, что говорил Михаил Дмитриевич о площадке, о дискуссионной. Вот можно установить даже какой-то между нами «Конкордат», о том, что выходит в академии хорошая книга, интересная. Пожалуйста. И мы устраиваем... Презентацию я не очень слово люблю, обсуждение. Обсуждение у вас. Вы директ библиотеки. Ваше пожелание родной библиотеки. А вы знаете, для того, чтобы я и следующий директор после меня, как вот до сих пор бывало, встречая кого-либо из ученых, не знаю, писателей, говорили, вы из исторической библиотеки. Ой, спасибо вам! Какие замечательные дни я провел в вашей библиотеке. Спасибо большое всем, кто к нам пришел. Я еще раз хочу представить наших гостей. Сигурд Оттович Шмидт, академик Российской академии образования, Юрий Александрович Петров, директор института Российской истории, Российской академии наук, доктора исторических наук и виновник торжества, отчасти Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор государственной личной исторической библиотеки. Я хочу сказать вам огромное спасибо на мой взгляд за очень интересный разговор и хочу обратиться, собственно, я не могу никому ничем поучать, но мне кажется, что то, что я хотел вам сказать, любите историю, это очень интересно и невозможно понять себя, не поняв историю. Просто невозможно этого не может быть. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Я Андрей Максимов с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, пока.